Теперь измерим время работы реализованного алгоритма. Для алгоритма Евклида наиболее трудоемкими тестами при фиксированном ограничении на величину исходных чисел являются тесты, содержащие два последовательных числа Фибоначчи. Я заранее сгенерировал несколько таких тестов. Например, в файле test1.txt у меня находятся два максимальных числа Фибоначчи, не превосходящих 10 в первой, а в файле test6.txt находятся два максимальных числа Фибоначчи, не превосходящих 10 в шестой. Таких тестов у меня 18. В последнем находятся два максимальных числа Фибоначчи, не превосходящие 10 в 18. Для измерения времени работы программы мы будем использовать утилиту Time. Запустим программу на тесте порядка 10 в шестой. Она отработала за 6 миллисекунд. Это очень быстро. Запустим программу на тесте порядка 10 в 8. Теперь она работала уже 300 миллисекунд. Это уже ощутимая задержка. На тесте порядка 10 в 9 программа работает уже очень долго. 3 секунды. На тесте порядка 10 в 10 мы будем ждать программу не меньше 30 секунд.